День Героев Отечества День Героя 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 Отечества Такой пример органам юстиции, как вы, конечно, для нас большая честь приезжать, поздравлять вас. Спасибо вам, что вы у нас есть. Ветеранов день юбилея по традиции поздравили близкие и представители Совета ветеранов республики. Видите, какие поздравления. Они меня воодушевляют, они мною двигаются дальше, всё дальше и дальше. А теперь, думаю, летом в огород залезу, там здоровье подчеркну. У неё не бывает свободное время, она всё время судоками занимается. Судоки, судоки. Сейчас на ночь я просыпаюсь, у неё свет горит. Мам, почему ты не спишь? Не получается. Вот сейчас, подожди, вот тут не сходится. Она пятую категорию только так решает. А ещё она вяжет понемножку салфеточки, но сейчас у неё не так нету, а она вязанием занимается. Сейчас в семье Натальи Фёдоровны три сына, дочь, семеро внуков и семнадцать правнуков. А ещё она очень любит своих домашних питомцев – кота Рыжика и щёнка Сертана. Секрет долголетия в отношении к жизни – заботиться о близких, избегать ссор и быть преданным своему делу, считает юбиляр. Счастливая старость в окружении любящих людей – это награда за прожитые годы. Буду ждать вас на 105-летний юбилей, а там посмотрим, заявила Наталья Фёдоровна, провожая гостей. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Краснодарский край. Родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшее отделение Почты России. Подробнее об этом рассказал военный комиссар Карачаева Черкесии Сергей Белобородов. В Министерстве обороны определён порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма, бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг через отделение Почты России по адресам. Для того, чтобы доставка была организована письмом непосредственно в районах проведения специальной операции, в Министерстве обороны созданы и действуют фертиковые почтовые пункты. Поэтому родственникам остаётся написать письмо, адрес заполнить, это почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Другого адреса указывать не надо. Если родственники не знают номер воинской части, то для этого в военных комиссариатах круглосуточно открыта горячая линия, и на горячей линии можно обратиться, и тут же сразу вам ответят вопрос, на ваш вопрос ответят номер воинской части, где проходит родственник военной службы. Сегодня день волонтёра. В России таких людей, добровольцев, уже более 21 миллиона. В Доме правительства отметили труд молодых людей, которые не первый год принимают участие в различных волонтёрских акциях на территории республики. На протяжении всего периода пандемии студенты образовательных учреждений помогали жителям Карачаева-Черкесии, ухаживали за пожилыми, приносили нуждающимся лекарства и продукты питания. Участие волонтёров в добровольческой деятельности оказалось как нельзя кстати и после начала специальной военной операции. В формировании отправка гуманитарной помощи мирному населению и всего, что необходимо военнослужащим, молодые люди находят возможность, чтобы внести посильный вклад в общее важное дело. Сейчас работает горячая линия. По этой горячей линии семьи мобилизованных могут нам позвонить и сказать о необходимой помощи, которая им нужна. То есть это либо помощь по хозяйству, либо какие-то подарки детям. К Новому году также сейчас проходит акция «Коробка храбрости». Там включены подарки для семей мобилизованных, для детей и для детей из больниц и детских домов. Сейчас реклама, после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. 585 «Золотой» – лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом – всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 «Золотой». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00 Лёша практически сразу пошёл в военкомат, потому что понимает, что это важная задача – защита Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьям мобилизованных. И поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтёрские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно ну очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов. Грязевые ванны. Дизайнерский наряд. Древние артефакты. И пол, который лава. А чтобы детского счастья стало ещё больше, воспользуйтесь выплатом при рождении ребёнка в рамках национального проекта «Демография». Граждане России имеют право приобретать оружие для самообороны, занятий спортом и охотой. Статистика показывает, что желающих получить лицензию на приобретение оружия в Карачаево-Черкесии стало больше, чем в прошлом году. А в этом году произошли изменения и в законодательстве. Об этом и не только на брифинге журналистам республиканских СМИ рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуард Чомаев. Алладинаева подробнее. На сегодняшний день на территории Карачаево-Черкесии около 21 тысячи людей, в пользовании которых имеется более 30 тысяч единиц различного вида оружия. Около 18 тысяч – это владельцы гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. А ещё популярностью пользуются оружие огнестрельно-ограниченного поражения, как в народе называют это травматы. А охотничьи с нарезанным стволом имеют более 5000 жителей республики и наименьшей популярностью пользуются газовые револьверы и пистолеты. 11 месяцев текущего года за различные правонарушения, связанные с оборотом оружия подразделениями лицензионно-разрешительной работы и также Министерством внутренних дел к административной ответственности привлекли более полутора тысяч владельцев оружия. Граждане России, имеющие в пользовании на законных основаниях оружие, должны чётко соблюдать правила хранения и, конечно, его использования. А с 29 июня текущего года в силу вступил ряд изменений и одно из них – то, что возраст, при котором можно приобретать гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие, поменялся с 18 лет на 21 год. Далее не будет выдаваться лицензия на приобретение оружия. Лицам, которые были осуждены за совершение преступления, связанных с оборотом оружия. То есть он по жизни не может получить. Привлекался, осужден был, независимо от того, что эта судимость снята или погашена. То есть нарушил правила оборота оружия, незаконно хранил, и ты уже по жизни не можешь получать. Пожизненно не получат лицензию на приобретение оружия и лица, совершившие насильственные действия в отношении несовершеннолетних и совершившие два и более преступления. Кроме того, лица, совершившие преступления, средние, тяжкие, особо тяжкие в отношении с применением оружия, тоже не могут получить лицензию на приобретение оружия. Кроме того, лица, совершившие административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрен административный арест, будут лишаться имеющихся лицензий и в течение года те, которые имеют действующие административные, не получают. Не получают также лицензии лица, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. «Нами на постоянной основе ведется работа по выявлению лиц, у которых возникли обстоятельства, исключающие дальнейшее владение оружием, имеющееся разрешение аннулируется и оружие изымается», – сказал, завершая брифинг, заместитель руководителя Росгвардии Эдуард Чумаев. Аладзинаев Алих Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. В Тюмени прошла Всероссийская Олимпиада по хирургии. Молодые врачи, будущие хирурги из Карачаева-Черкесии, студенты Медицинского института Северокавказской академии, показали на этом форуме высокий результат. Медики привезли в республику сразу четыре призовых места. Старшекурсники Андрей Скорпнев, Асан Бачаев, Алим Тамбиев и Яромир Французов выступили достойно и профессионально. И сегодня они поделятся своими впечатлениями о прошедшей Олимпиаде с нашим корреспондентом Беллой Джозаевой. Добрый день, ребята. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас, можно сказать, с такой оглушительной победой. У вас четыре призовых места на Всероссийской Олимпиаде по хирургии. Олимпиада проходила в городе Тюмень. Значит, я хочу узнать у вас подробности. Андрей, мы, наверное, начнем с тебя, потому что у тебя сразу два призовых места, и ты проводил операцию. Расскажи, пожалуйста, что это было за операция, как все прошло, кто тебя ассистировал, в чем была сложность. Да, я участвовал в двух конкурсах по оперативной хирургии. Было две операции на кадровенном материале. В обоих занял призовые места. В одной операции Гатмана было первое место. Получилось победить, обойти все остальные медвузы. Во втором конкурсе операция Штрудера было третье место. Там, к сожалению, некоторые моменты подвели, и получилось занять только третье призовое место. Если честно, когда мы изначально приехали на Олимпиаду и увидели конкурентов наших, разные, самые крупные медвузы страны, я поначалу подумал, а зачем вообще я сюда приехал, господи, что я тут забыл. Мы маленький провинциальный вуз, и будем бороться с крупными гигантами российской медицины. И изначально были первые мысли, что мы просто приехали поучаствовать. Полезный опыт тоже очень важная вещь в будущей практике врача. И мы решили просто попробовать свои силы. Получится? Нет, проиграем, ничего страшного. И после первого дня, когда отоперировали оба стола, мы узнали, что у меня первое и третье место. Я поначалу чуть-чуть не поверил, что я смог, что у нас получилось, что мы обошлись Сетчиновка, Пирогова, МГУ, Вагнера, Мечникова, Павлова и все-все остальные крупные вузы. Если честно, после первого дня самооценка в своих мануальных навыках прям взлетела, если честно, на какой-то уровень, мы поняли, что наш маленький кавказский провинциальный вуз ничем не хуже, чем остальные крупные мастодонты медицины и были безумно рады, что у нас получилось достойно выступить. Спасибо большое моему ассистенту Аслану, который безумно мне помогал на обоих этих операциях. Прям чувствовали друг друга, чувствовали операцию, без слов понимали, какие инструменты нужны, какой подход, какая оперативная тактика у нас будет в данную минуту. И благодаря этому у нас получилось показать нормальный результат. На второй операции, к сожалению, было третье место, но там был более сложный клинический случай, были неудачи с кадаверным материалом, все складывалось не в нашу пользу, но даже несмотря на все это нам удалось достойно выступить, показать результат, занять третье место в стране, что тоже, я считаю, для первого раза очень даже хороший результат, несмотря на то, что все было не в нашу пользу. Аслан, я знаю, что ты ассистировал на этой олимпиаде Андрею, ты тоже уже студент шестого курса. Как для тебя все это прошло? Волновался ли ты? И как ты оценил свой уровень? Ну, приятно было соревноваться с другими вузами, это очень достойно, и на удивление был только дух соперничества, никто никому не хамил, ничего такого не было, была очень приятная, добродушная атмосфера. Я ассистировал, помогал. Наш уровень по сравнению с другими крупными вузами мне не показался ничуть не хуже. В одной операции, как уже говорилось, мы заняли первое, в другой третье место. Это очень достойный результат, я считаю, и я очень рад, что мы сезли на эту олимпиаду. Алим, я знаю, что ты проводил отдельную операцию, не и ассистировал, и отдельную операцию проводил. Что это была за операция, как все прошло для тебя? Как вот прошла олимпиада для тебя в целом? Секция была по детской лапароскопической хирургии, непосредственно нужно было выполнить лапароскопическую гернию пластику. Команды были хорошо подготовлены, инструментарий был шикарный. Наш инструментарий никак не отличался качеством от их. Подготовка была на высоком уровне. Меня тоже обучали хирурги высшего класса по лапароскопии именно в нашей республике. Огромная им благодарность за их вклад в мое обучение. В результате этого я выиграл там второе место. Также спасибо ассистенту, который смог держать горизонт, тем самым обеспечивая мне видимость для выполнения непосредственно лапароскопической манипуляции. Яромир, я знаю, что помимо вот этих операций был отдельный конкурс, который включал в себя викторину, ну по хирургии или по каким-то другим темам. Мне бы хотелось узнать, какова была основная тема. Тут у вас опять-таки призовое место. Что вы рассказывали на этой викторине? Последним теоретическим конкурсом, который был в рамках организации данной хирургической олимпиады, был столб Пирогова. То есть хирургическая викторина, на которой выступали все команды. На которой мы заняли второе место. Благодаря теоретическим навыкам, которые мы получали во время обучения внутри нашего института, мы показали один из лучших ответов, которые также отметили организаторы, члены жюри, высказываясь в адрес ректора нашей академии, директора нашего института, нашему сопровождающему. И как любой хирург, он должен знать не только хирургические навыки, то есть не только уметь, должен работать своими руками, но также должен знать теорию максимально четко и понятно, где мы максимально красиво показали, как мы можем ответить, как наш институт может ответить. И тем самым показали не только уровень медицины в республике, а показали то, что именно наш провинциальный вуз может вступать на уровни с такими крутыми вузами по всей стране. Ну что ж, ребята, я благодарю вас за участие в нашей программе и я желаю вам успехов в выбранной вами нелегкой профессии. Спасибо вам. Стартовала всероссийская акция «Безопасность детства», которая будет проходить до марта следующего года. И первое мероприятие в рамках акции состоялось в 17-й гимназии Черкеска. Занятие по формированию навыков безопасности слушала и Алла Динаева. Учащихся 5-х, 6-х, 7-х параллельных классов 17-й гимназии Черкеска собрал один общий интересный и познавательный урок «Формирование навыков безопасного поведения. Способы защиты от чрезвычайных ситуаций». Преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям РГБУ Центра гражданской обороны Наталья Александровна рассказала о средствах индивидуальной защиты, какими они бывают, и на примере показала, как их использовать и в каких случаях. Все остальные пальчики находятся внутри маски. Затем маску надеваем с подбородка и быстрыми движениями натягиваем ее на затылок. Но прежде чем мы надеваем маску, мы сначала затаяем дыхание, задерживаем дыхание, закрываем глазки и быстро надеваем. Потом выдыхаем и открываем глазки. Это занятие детям очень понравилось, и они освоили его хорошо. А старший преподаватель Центра гражданской обороны Татьяна Булавинцева рассказала школьникам о сигналах гражданской обороны, что необходимо делать в той или иной ситуации, когда они услышали сирену. Куда нужно идти, что нужно включить и что прослушать. Мне понравилось примерять противогаз. Я это первый раз в своей жизни делала. И я теперь знаю, откуда надо его одевать и как его надо снимать, и что нужно делать перед тем, как одеть противогаз. И ученика 6-го А-класса Руслана Хопчаева занятие впечатлило, и он охотно делится знаниями. Закрыть все двери, окна. Это надо сделать очень быстро. Что еще помимо еды надо взять? Надо взять документы и спуститься, если в вашем доме есть подвал или бункер, или же цокольный этаж. Надо спуститься туда, там укрываться. Если же нету, то надо выбежать на улицу противогаза уже, который надо обладать за 7 секунд. Закрепила свои знания. Что запомнилось? Сирены. Их 4 вида я запомнила. Одна из задач нашего государства – это защита населения при чрезвычайной ситуации. Поэтому мы учим на методическом центре, преподаватели, помимо того, что мы проводим занятия с работающим, это по области ГОЧС, повышаем им квалификацию в то или иное направление, мы, конечно, проводим, делаем такую ставку на подрастающее поколение. Ведь очень важно систематически детям напоминать каких-то об основных правилах безопасности. Это очень важно, потому что дети – наше будущее. Конкретно учим ребят, с какой стороны выходить, где эвакуационные выходы, сколько у нас эвакуационных выходов, как правильно себя вести, чтобы не было потом давки, чтобы ребята это знали. Вот просыпаются ночью, чтобы разбудили, а они, как отчинаш, говорят, в какую сторону надо идти, какие конкретно параллели. Очень нравится, чтобы мы просто несем большую ответственность за детей. Это наше будущее. Понимаете, вот будущее нашей страны. Систематически напоминать правила, закреплять знания, которыми делимся мы и учителя на уроках ОБЖ в школе. Все это делается для того, чтобы дети хорошо усвоили уроки безопасности. Алладинаева, Алиба Станов, Вести, Крачево, Черкесия. На минувшей неделе поздравления с 20-летним юбилеем принимал коллектив республиканского детского художественно-литературного журнала «Мамит и Кей» «Одуванчик», печатающегося на ногайском языке. Подарок юбилею печатного издания сделала жительница Аула Дельхалк Ирина Джазова, которая проживает в Новом Уренгое. При ее поддержке выпустили полноцветный юбилейный номер журнала. А сам праздник прошел в филармонии Черкеска. Подробности у Аллы Динаевой. Уже в филармонии начался праздник. Здесь же была организована и выставка из 80 номеров детского журнала «Мамит и Кей», вышедших в течение 20 лет, которые могли посмотреть гости, пришедшие на торжество. А это руководители министерства и ведомств, писатели, учителя, общественные деятели, студенты и школьники. Сегодня в зале собрались люди, чья жизнь и деятельность так или иначе связаны с детским журналом. Юбилей – это новая страница, это подведение итогов за прошлые годы. «Мамит и Кей» во многом способствует развитию мышления, пополнению словарного запаса, расширению детского кругозора. И сегодня в юбилейне для журнала «Год» от имени министра Карачаева Черкесской республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберта Мусабича Кумукова от всего министерства хочу поздравить «Мамит и Кей» с 20-летием, пожелать его сотрудникам здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов в воспитании подрастающего поколения». Кроме поздравлений, юбилярам были вручены почетные грамоты и благодарности. Выступавшие отмечали, что с момента издания журнал «Мамит и Кей» стал популярным и печатным изданием для семейного чтения, предметом воспитания и передачи подрастающему поколению богатой истории и культуры ногайского народа. Вчера я на сцене югостинского города Цхимвала поздравлял с 95-летием югостинский журнал «Фидео». Сегодня я здесь, в Карачаево, Черкесии, поздравляю «Многайский журнал» с 20-летием. Наверное, это счастье, что у нас такая многонациональная, многокультурная, многоконфессиональная Россия. Аж Магомед Катаганов стоял у истоков создания и еще раз напомнил историю возникновения журнала и выразил благодарность каждому, кто внес свою лепту. Трудные дни для журнала. Ничего она не жалела. Аутна, большое тебе спасибо. Действительно, действительно журнал вышел, родился, если так сказать, в стенах редакции газеты. Основателем и первым главным редактором детского журнала «Мамит-Экей» был народный поэт Карачаева-Черкесии Аскербий Суинович Киреев, стихотворение которого читали в этот день учащиеся школ Хабесского и Ногайского районов. Поздравить юбиляров пришли и депутаты парламента республики. В честь юбилея журнала «Мамит-Экей» за вашу многолетнюю творческую работу в духе патриотического воспитания молодого поколения желаем творческих успехов в вашей работе. Приятных отзывов о проделанной 20-летней работе, теплых и искренних поздравлений, адресованных коллективу детского журнала «Мамит-Экей» в этот день было много. «В светлом зале сегодня собрались истинно верные, самые добрые и желанные мои друзья и гости». Аладинаева Светлана Кокова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8938-333-90-00. Леша практически сразу пошел в военкомат. Потому что понимает, это важная задача защиты Родины. Вон там. Мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты, как никогда, важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова